так всем привет сейчас мы там сделали щиты щит поэнтс это специальная энергия которая отнимается у юнитов до того как отниматься жизня смысл в том что оно работает в принципе к лечению по сути дела но оно уходит за максимум то есть например этот щит он всем щиты выдал видно что полоски стали серыми преимущество в том что например есть какие-то обилки которые препятствуют лечению а щитам не препятствует а есть предметы которые например щиты в 5 раз сильнее сносят чем жизнь то есть такие всякие контры то есть например можно сделать какую-то расу которая у которой куча магов которые например вместо лечения постоянно вешают щиты и соответственно против них должен вооружаться анти щитовыми там всякими ништяками вот у тебя там две иконки было слева где-то щит и что-то еще которые вот эти? вот это да это что такое? а это комбо это у меня стоят два воина на поле боя и два этих два человека ну типа их стоят три но вот по количеству разных они в сумме составляют если у меня есть два воина то все воины получают на поле боя лишние 250 жизней а если стоят две этих я еще не придумал это собственно вот эти и там вот слева там принтятся те которые у меня есть такая штука то вот для типа на вот такой вариант есть такой вариант ща это из лоло типа например у меня есть мистики если у меня вот есть один мистика он мне показывает бонусы если у меня есть два мистика то все все союзники не только мистики получают такие вот бонусы или вот из другой игры например когда есть маги 2 мага все маги генерируют 5 маны в секунду дополнительно то есть ты вот эти собираешься ты у тебя увеличивается весь твой отряд на поле боя вот и я вот сделал начал делать это окошко которое выводится она хранится у нас тадо тейбл это по тайпу и вот у меня только войны здесь пока прописаны то есть сколько воинов вот здесь экстра и вот у меня три бонуса за два воина дается такой вот бонус где он там ща его раскрою то есть если у тебя есть два воина то у тебя хп и 250 и здесь каждый воин получает 250 бонуса блин дискорд я роснарёт ну собственно вот когда я буду других прописывать там что-нибудь дамага какая-нибудь или скорость атаки или какие-то там бонусы разные сделают я пока с других игр себе подготовил к примеру в том же лоле я со всех этих забрал ну например классы да может быть классовый бонус типа там пять людей шесть людей это типа с одной игры с другой игры типа вот там два друида ангар самые улучшающиеся которые и вот я с лолой я просто с лолой больше разбираюсь и оттуда повыписывал бонусы я буду там подобные делать себе в игре может быть такие же может быть подобные буду думать что подходит то и буду делать вот опс дальше так это у нас были юниты а мы про щиты говорили да так вот а чтобы щиты работали мы сделали два свойства собственно щиты и щиты максимум вот эти два и сделали функцию добавить щитов она супер простая мы просто когда кому-то даю щиты они одновременно даются сейчас мне же нотификации вырубить секундочку пять сек вперед так прием чтобы дать щиты они идут ну просто их даем щит и щит макс мы просто их дублируем это значение и мы их используем в take damage функции мы здесь добавили вот новую четвертую нить или как правильно сказать четвертую логику смысл в том что в пятой мы наносим повреждение мы берем вот это вот свойство сколько мы пересчитываем повреждения сколько они отнимаем от login и так далее но в четвертое мы примерhead если щитов больше нуля А если щитов больше нуля, то мы от щитов отнимаем количество повреждений И это значение, мы смотрим, оно больше нуля или меньше нуля И в одном случае мы выставляем новые щиты и обнуляем повреждения А в другом случае мы обнуляем щиты, обнуляем максимальные щиты И теперь у нас повреждения равняются отрицательному значению щитов Ой, я не очень понял, а максимальные щиты? Я почему-то думал, что Chilts Max это дефолтное значение щитов Нет, там дело в том, что оно постоянно меняется То есть, если, например, ты на кого-то поставил 300 щитов То у него должно отобразиться 300-300 и потом уменьшаться Но проблема в том, что если ты ему еще докинул 300 щитов То теперь у него 600 максимум, а 300 сейчас плюс того, что было Поэтому вот это максимально, оно постоянно меняется у них Вот, и прикол с этим, с тем, что иногда щитов больше повреждения Иногда повреждения больше щитов Как из этой ситуации выйти? Потому что нам нужен вот этот момент времени, когда щиты обнуляются И если они обнуляются, то вслед за ними обнулять максимальное значение Чтобы не было такого, что в следующий раз, когда мы даем новые щиты Они учитывали максимум предыдущих Это, короче, по аналогии, вот я рассказывал ученику Короче, если ты пошел спать, и у тебя выносливость 100% в начале дня А в конце дня у тебя 0, да? Ты проснулся, у тебя должно быть сколько выносливости? Ну, 100% такая идея А если ты не обнулишь, то у тебя будет 50% Потому что у тебя было 100, а в новом дне у тебя плюс 100 И тогда у тебя становится 200 А поскольку каждый день дают тебе 100, то у тебя второй день Ты просыпаешься 50% из 100 Но на самом деле это те же самые 100 единиц Опять, игра относительно абсолютно На третий день у тебя уже 33% Но на самом деле это все те же самые 100 единиц Поэтому тебе ночью нужно не только выставать новые щиты Но еще тебе нужно обнулять максимум предыдущий Ну, типа того, просто не знаю, насколько сложная концепция Но вроде бы она понятная Просто если этого не делать, то щиты все время Ну, максимум начинает все время их расти Потом саму полоску жизни, чтобы она с красного менялась На серый Мы решили не делать отдельную полоску Мы решили использовать ту же самую полоску Но внутри нее Кстати, а где она меняется? А, внутри, сейчас, рефреш Но внутри этой полоски То есть у нас раньше было вот так, напрямую шла И здесь мы такую аквакозябру сделали Короче, если щитов больше нуля То тогда мы меняем цвет полоски на серый Это вот, вот это вот На серый Сейчас вот так вот сделаю Не, подожди, я этого не понял А, все нашло Вот так вот красивее будет Сейчас перенесу Красиво, это относительно Короче В общем, смысл в том, что если есть щиты То полоска становится серой И она отображает тогда отношения Раз отношения, два отношения Сет персент Это выставить, сколько в этом барчике Насколько этот барчик заполнен И вот это, если есть жизнь То тогда она красного цвета И это отношение текущих жизней к максимуму А если она, если щиты есть, то она серого цвета И отношение текущих щитов к максимальным щитам То есть ты никогда не видишь одновременно и хп, и щиты Да, то есть неважно, сколько у тебя хп Щиты как бы поверх отображаются Короче, если ты видишь щиты, это значит, что хп всегда 100% Нет, это значит, что хп скрыты Но они не 100% А, окей Просто они не двигаются Считаю, что он бессмертный за это время Пока есть щиты Но при этом, еще сами щиты мы еще не делали Они должны варьироваться Например, какие-то щиты ставятся на 4 секунды Какие-то щиты ставятся до конца боя Вот это немножко непонятно, как делать, если честно Ну, я потом подумаю То есть, например, тот же джин Он делает щиты, должен делать щиты на 4 секунды И в те же 4 секунды должен быть бонус для повреждений По идее Потом что-нибудь придумаю, как это делается Пока у нас просто щиты всегда работают Вот И как только мы сделали со щитами Мы сделали чит, который дает всем щиты Вот это справа Конечно же, не поместилось Это вот чит мы сделали Мы их посмотрели, они работают, классно Потом мы пошли и дали их джину Джин такой синий чувак Он две руки подымает и дает всем щиты Какие-то у него камни везде Мы ему добавили оверрайт на он ульт Который вот так вот работает И там есть парочку нюансов Он должен делать щиты на самого На того, у кого меньше всего жизней И причем на несколько Соответственно, первая проблема Нам нужно решить, на сколько цели он делает И это зависит от количества звезд у него И сколько щитов он дает Это зависит от количества звезд и силы Мы здесь их просчитываем Обычно арифметиком Потом мы вызываем функцию Найти союзников в радиусе бесконечном всех Мы их запоминаем Потом мы их сортируем Это самая простая сортировка Когда мы перебираем всех И сравниваем всех со всеми Если у них жизни отличаются То мы ототыгаем или в конец Ну, меняем местами Свап это поменять местами Как он понимает, как меняются места? У тебя где-то здесь есть? Ну, это фор в нем фор После него свап через бранч В котором мы сверяем жизни вот двух чудиков То есть вот это и есть параметр сортировки получается Ну да, и вот это в сумме Это сортировка Это самая брутальная Самая неэкономичная Ну, какая разница Если их на поле боя будет максимум 20 челов Ну, своих там вряд ли 10 Как-то вообще пофигу То есть здесь конкретно Какой-то алгоритм сортировки Придумывать, оптимизировать Я не хотел Хотел, чтобы ученик просто посмотрел На самый простой пример Когда мы берем все коробки И просто меняем местами Те, которые размеры Ну, то есть справа должны быть большие А слева маленькие И мы справа налево их все перебираем Да, вот здесь даже нет никакой проверки Чтобы оно быстрее выходило Он все равно будет быстро работать Слишком быстро, чтобы оптимизировать И вот эта вот фигня Это на Unreal 4 с брейком Это идет отдельным нодом В котором, по какому-кому условию В данном условии Это таргетс Это у нас как заряды То есть мы ставим щиты На определенное количество союзников И это у нас переменная таргетс Каждый раз, когда мы даем кому-то щит А мы их даем по сортированному массиву То есть сначала самым слабым Далее щит, далее щит Каждый раз мы отнимаем заряд Это вот этот минус-минус Если заряды кончились То мы выходим из этого фора С помощью такого брейка То есть здесь брейк не отдельным нодом Здесь брейк идет вот отдельно Этой директивой И completed это получается вот то Что произойдет после выхода из этого брейка Да, или после окончания самого цикла То есть когда они все закончатся То есть если, например, зарядов больше, чем целей То он просто отщелкает и выйдет с complete Но чтобы мне не пытаться связать То есть все эти штуки Я обычно делаю секвенцию И просто вот Я обычно стараюсь не из complete Использовать из секвенции Если Чтобы не сводить всякие форы И тому подобное Вот, это наш джин И чтобы его посмотреть в игре Мы сейчас можем начать рубить И дать всем маны Маны это у нас вот эта вот штука А, нет, это же у меня джинов-то нет, но по-любое Ну-ну-ну Сейчас мы их купим Так, это... Где у нас джин? О, джин, раз Сейчас мы двух загубеним, чтобы они прям все считовали там Всех налево и направо Так, джин, джин Ставим их Запускаем, давим всем маны И сейчас, смотри, сейчас джин поставят щиты на двух целей Да, они выиграли сразу Чудило, блин Там просто эти монашки, они всех рубят Ага, вот они просто... Ну, у них просто на самом деле у всех одинаковое количество жизней И вот они вот этим двум сейчас щитов дофига надавали А это вообще с ума сошел Это еще почему... А, это, короче, вот у этих чуваков, у них ультимейты не прописаны И они, короче, в ультимейте начинают просто бежать Тогда мы чуть сломаны У них просто мана накопилась, и они сломались Нормалек Ну, собственно, вот такие штуки Это щиты, джин, которые их ставят Ну, но не увеличат при этом повреждения пока еще рано И еще заодно пробежались по типам их улучшения Давай, это будет мини-видосик Сейчас еще другое запишем С каким-то новым ультимейтом Никак, не обзор, а как мы крабим Субтитры создавал DimaTorzok